здравствуйте дорогие друзья поздравляю вас всех с наступившим 2022 годом ну и я приготовил для вас несколько свежих новостей если вы готовы алга казахстанцы встретили новый год массовыми забегами в разных уголках страны прошла акция новогодний забег 2022 одними из первых акции начали столичные любители спорта основная дистанция новогоднего забега в котором приняли участие около 200 сторонников здорового образ жизни составила 2022 метров около 5000 человек приняли участие в забегах организованных в городах алматы нурсултан шимкент актау а также от ираусской актюбинской жамбульской карагандинской алматинской акмолинской западно-казахстанских областях кстати а наш большой друг невероятной марафоне с марат жиланбаев тоже решил отметить новый год и 1 января 2022 года пробежал 20 километров 22 метра за 2 часа 22 секунды на новый год хорошо поели тем надо хорошо пробежаться очень приятно видеть что все больше и больше людей выбирают здоровый образ жизни и вот так вот награждают себя и поздравляют новый год участвуя в таких марафонах и забегах и по счастливым лицам этих людей мы можем видеть что они от этого получают настоящий кайф но я думаю что после таких пробежек можно позволить себе немного лишнего за новогодним достарханом без переживаний за лишние килограммы 34-летний испанский полузащитник монако сеск фабригас в канун нового года в социальных сетях выразил неоднозначное мнение о значимости этого праздника если еще кто-нибудь разделяет мое мнение что это самая переоцененная ночь в мире чувство что рано ложишься спать и просыпаешься 1 января чтобы поиграть в футбол несравнимо с новым годом всех вот так написал бывший футболист лондонского арсенала барселона и сборной испании в твиттере вот что спорт делает с людьми и я тоже думаю что действительно на самом деле 1 января встать пораньше чтобы поиграть футбол это невероятно заманчивая идея во время записи новости обратил внимание что тоже у нас петербурге есть люди которые любят с утра пораньше в новогодние праздники поиграть в футбол так надо сходить а может быть они и меня возьмут с собой поиграть кстати за футбольным клубом монако интересно следить не только из-за того что в команде выступают такие звезды мирового футбола как сеск фабригас в монако выступает футболист сборной россии александр головин и еще интересно что футболист молодежной сборной казахстана выступает за вторую команду монако и его зовут динмухамид кашкен да да его зовут димаш и совсем недавно молодой димаш защитник из казахстана которому в начале января исполнится 22 года провел стартовую игру в составе монако и ему даже удалось забить дебютный гол в общем очень интересно будет следить за мунигасками и очень интересно будет следить за карьерой димаша ведь все-таки такой футбольный аксакал как фабрегас думаю сможет многому научить молодого перспективного казахстанца конечно друзья я знаю что вы все ждете новостей про димаша кодебергена который сейчас находится в китае и думаю по его инстаграму вы уже в курсе что он пел с учеником плася до доминго и встретил новый год компании своих китайских друзей ну а я вам сегодня хочу предоставить долгожданную новость о том что в америке в чарте горячих трендовых песен димаш наконец-то добрался до первого места и это полноценное первое место за 7 дней песня димаша fly away стала самой обсуждаемой песни в социальной сети twitter и это прекрасная новость прекрасный подарок димаша и всем нам на новый год об этом кстати как и еще об одной новости димаша расскажу немного позже на нашем канале эхо питера так что следите за обновлениями ну что друзья на этом пока что все буду держать вас в курсе последних событий надеюсь что скоро увидимся